Геннадий, наш сегодняшний объект просто поражает воображение своими размерами. Что же это за танк? Да, размерами он действительно не маленький, хотя по названию он малыш. Это мышонок, Маус. Гигантский сверхтяжелый немецкий танк. Ну вот обычно, когда вспоминают о танке Маус, его преподносят как один из вариантов германского вундерваффе. Чудо-оружие, которое создавалось на последнем этапе войны и должно было переломить ее исход. Но вот, на мой взгляд, это не совсем верно, потому что идеей создания тяжелых танков, сверхтяжелых танков, Гитлер загорелся еще в 1942 году, когда положение на фронтах было вполне стабильным. И вот у меня есть такая версия, что такой интерес к тяжелым и сверхтяжелым танкам в Третьем Рейхе появился после того, как они столкнулись с русскими танками, с танком КВ и в частности КВ-2. Как вот вы считаете? Возможно, но не надо забывать, что в 1942 году, летом-осенью, советские войска продемонстрировали потрясающе упорную оборону, хотя и были вынуждены отступать, но это была, безусловно, героическая оборона буквально на каждом участке фронта. И для прорыва этой упорной обороны требовалось что-то из ряда вон выходящее. Удар на пролом по тем участкам Советского фронта, которые были максимально укреплены. Ну, так или иначе, логику Гитлера сейчас нам, возможно, постигнуть не дано. Но вот в 1942 году он увлекся идеей не просто тяжелых, а сверхтяжелых танков. И германским инженерам, германской промышленности поступил такой заказ. И они, соответственно, начали изготавливать различные проекты. А мы приступим к изготовлению нашего образца. Да, и постараемся постичь логику немецких танковых конструкторов, и в частности, Фердинанда Порше. А я хотел бы обратить внимание на одну очень важную деталь. Танк по своим размерам достаточно большой, модель тоже достаточно крупная. Тем более мы ее распечатали в формате А3, и нам в любом случае невозможно будет обойтись без каркаса, который предусмотрен изготовителями этой модели. Каркас делать надо будет обязательно, потому что он не только составляет жесткость, костяк жесткости модели, но и он будет играть роль скелета, на который будут наклеиваться последствия элементы внешних узлов и внешнего оборудования. Ну, не случайно говорили о том, что танк Маус был очень сложен технологически в производстве. Видимо, это перешло и на его модель. То есть ее изготовить сложнее, чем другие модели более меньшего размера. Я так полагаю, что модель может показаться простой только на первый взгляд. Наверняка нас будут ждать какие-то сложности и хитрости. Но они опять-таки будут связаны прежде всего с большими размерами модели. Вообще проскальзывает такое мнение, и достаточно часто оно звучит, что название Маусона, а потом Маус, было принято в целях конспирации, то есть для того, чтобы ввести в заблуждение противника. Но вот как-то выглядит это немного сомнительно, потому что название Тигр, Королевский, Тигр, Пантера, почему-то никто не смущался. Зачем же скрывать этот вариант? Ну, может быть, это был элемент экзотического немецкого юмора, потому что у нас в России ведь тоже ребят крупного размера называют малышами. Этот танк очень велик по размерам, поэтому его вполне могли назвать как-нибудь мышонок, котенок или что-нибудь в этом роде. Уже, наверное, мы можем показать, он уже подсох, собранный корпус. Ну, он практически собранный. Вот ты можешь видеть, вот они немножко проглядывают ребра нашего каркаса. Ребра жесткости. Ребра жесткости. Вот он изнутри. Изнутри каркас виден, да. Вот он плотный, что соответствует идее бронирования, всестороннего бронирования. Дело в том, что когда я говорил о характеристиках брони проекта Мауса, там очень интересно то, что разная толщина брони на разных участках танка. Дело в том, что Порше реализовывал идею не равной толщины брони, а равнопрочности брони по всему корпусу танка. То есть при разном составе брони, при где-то многослойной, где-то однослойной. Порой использовались броневые листы из разной стали, с разными добавками. Но с точки зрения устойчивости к повреждениям, непосредственно к снарядам, к обстрелу, танк должен был не иметь слабых или сильных сторон, а быть равнопрочным по всей своей поверхности, по всему корпусу. При таких колоссальных размерах идея Порше была очень даже оправдана. Потому что если бы броня была повсюду, допустим, одинаковой толщины, то вряд ли такой танк мог бы сдвинуться с места из-за своей колоссальной массы. И еще такая деталь, видимо, если бы у этого танка было какое-нибудь слабое место или сильное место, например, как это порой бывало в танках прорыва, там сильно бронированный лоб и более слабые боковые части, его было достаточно просто бы обойти, к примеру, с фланга или с тыла и уже расстреливать он был бы беспомощный. А здесь, в общем-то, обошедший с фланга противник не получал никаких преференций. Броня везде. Я вновь возвращаюсь к мысли о том, что гигантские размеры этого танка, они заставляют нас кое-какие вещи выполнять помимо тех, которые предусмотрены разработчиком модели. В частности, Валер, нам придется, чтобы избежать хлипкости конструкции, нам придется усилить толстым картоном вот эти все элементы башни, а именно донную часть, боковые части и заднюю часть. Когда мы это все усилим, у нас будет плотная, строгая конструкция. Кроме того, также я подумал и решил, что нам не обойтись без усиления вот этих выступающих частей гусеничных узлов, потому что, когда мы их усилим и должным образом склеим, нам будет проще обернуть их гусеницами. Так что вперед за толстым картоном и будем усиливать. Ну, а у меня, кстати, возник вопрос по ходу, а в реальном-то танке увеличение его размеров не приводило к тому же эффекту, к снижению прочности, просто вот из-за того, что броневые листы требовались такие огромные, не требовались ли дополнительные ребра жесткости, там, какое-то усиление конструкции. Да я полагаю, что существуют определенные инженерные и технические решения, которые позволяют сохранить жесткость. Перед нами всего лишь бумага в один слой, а в распоряжении конструкторов наверняка были способы определенной укладки брони, какие-то внутренние усиливающие элементы. Среднее бронирование толщина 200 мм, 20 см. Тем более броня-то наверняка не однослойная, а какая-нибудь типа сэндвич или что-нибудь о том роде. Поэтому я думаю, по части жесткости конструкции у Порше было все нормально. Нам необходимо эту жесткость обеспечить. Ну, еще хочу сказать о том, что в плане бронирования тоже тут подход был со стороны грубой силы. То есть мы смотрим, что боковых скосов вообще нет. Впереди все сделано достаточно просто. То есть не рассчитывалось на рикошет снаряд, рассчитывалось именно на толщину, на мощь брони. Похоже, похоже. Но такого монстра с такой броней действительно сложно пробить. Между тем, о ходовых испытаниях Мауса поступают восторженные отзывы. Встречается даже фраза о том, что танк не менее управляем, чем ПЦ-4. Маус успешно преодолевает бездорожье, крутые подъемы и препятствия. Однако на фотографиях зафиксирован случай, когда на бездорожье Маус утонул почти до башни. Его откопали только силами солдат вспомогательного танкового батальона. Только 9 апреля 1944 года один из образцов прототипов собран так, как задумывал Порше. На него установлен дизельный двигатель Daimler-Benz MB-517 и 128-мм орудие КВК-44. Итак, вот и у нас уже готова башня. Мы можем видеть и слышать, как она усилена за счет толстого картона. Мы точно старались. Это так и должно быть, чтобы модель сохраняла жесткость. Да. И вот на башне мы видим уже место, куда должны устанавливаться орудия. Орудия? Орудия совершенно верно. Дело в том, что на Маусе было решено установить два орудия. То есть основное. Порше то ли отстоял таки свою идею, то ли решил для начала сделать так, как хочет он, а потом уже, возможно, реализовать требования Гитлера и установить сюда 128-мм пушку КВК-44. Это должен быть главный калибр. И рядом с ней параллельно спарена должна была устанавливаться 75-мм пушка, ну, для менее значительных целей, для которых главный калибр считался слишком крупным. Слушай, ну мне не керпится. Давай 128-мм устанавливаем. Конечно. Конечно. Посмотрим, как это выглядит. Это было самое мощное орудие, которое устанавливалось на танках в то время. Так, вращай, вращай. Опа, хорош, много не надо. И вращательное движение. Устанавливаем, наконец-то, орудие. Дело в том, что всего было изготовлено два образца прототипа. Танк Маус. И первый так и не дождался своей башни, то есть на нем испытывалась ходовая часть, а вместо башни был установлен балласт, ну, аналогичного веса. Ну, нашему Маусу просто повезло. Да, нашему Маусу просто повезло. Он дождался своей пушки. Так, ну а теперь мы сейчас 75-мм пущеночку сюда же зарядим, и он у нас будет полностью вооружен. Не, у него, впрочем, там еще сзади пулемет. Да, у него еще устанавливался пулемет калибра, если я не ошибаюсь, 7,92. Да, это немецкий калибр, 7,92. 7,92. Держи. Вот так. 75-мм и незаметно на фоне такого огромного орудия. Кстати, впоследствии, когда уже советские инженеры изучали, а изучали Маус очень плотно, они пришли к выводу, что спаренное расположение двух орудий является прогрессивным, как ни странно. То есть, более экономное расходование боеприпасов. То есть, у них соусно они стояли, да? Да, да, да. Использовался один прицел для двух орудий, вот. И при этом, как бы, у экипажа танка был выбор, какое орудие использовать для соответствующей цели. Кстати, надо заметить, что экипаж такой огромной машины, кто-то пишет, целых 6 человек, на мой взгляд, всего 6 человек, потому что значительно уступающего размера Т-34, 4 человека. А эту машину обслуживало 6. Ну, судя по всему, Порше ее максимально механизировал. Да, да. Так, ну а я, пожалуй, сейчас уже попробую приладить к нему гусеницы, которые подготовил. Вот, обрати внимание, Валер, здесь, на самом деле, конструкция гусениц у Мауса достаточно сложная. Видишь, большое количество катков, очень серьезная и технически совершенная система подвески. Для того, чтобы максимально распределить, наверное, массу. Да, вот этот колоссальный вес. Огромный, конечно, получился танк. По сравнению с тем, что мы делали, да. И с одной стороны, немного жаль, что нет свидетельств его боевого применения, а с другой стороны, может быть, всех лет лучшему, потому что вполне возможно, что немало проблем он создал бы нашим советским танкистам. Ну, с другой стороны, вспомним, допустим, судьбу японского суперлинкора «Ямато». Среди других кораблей он равных себе не имел, но был уничтожен ударами с воздуха авиация. Я думаю, если бы этот поучаствовал, наверняка его кончина была бы связана именно с воздушными ударами. Или залп «Катюш». Но сейчас остается только предполагать. Только гадать. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»